Чуть ближе вперёд, чтобы сзади свободнее было. Пошёл свет, убирается. Сейчас, сейчас, подождите. Будет взрыв. Рано ещё, подожди. Песесов, стучат? Сейчас мы видим. Сейчас звуки запутаны. Стучите, ну стучите. Можно? Да, да, сразу же, ну идёшь же. Давайте. Сейчас, секунду. Секунду, подождите. Нет, нет, нет. Хочет проверить вспышку. Стучите, стучите. Ой, весь пачку сюда пришёл. Молчи. Ой, мало тебе места в своих-то комнатах. Ты туда не ходи, я там надымил. Ой, задохнёшься ты когда-нибудь. Ой, генеральский сын тоже занимается неизвестно чем. Дом-то вот спалил на свою химию с физией. С физикой, а не с физией. И прошу, оставь меня в покое. Там этот пришёл, Егорка. Так зайди его сюда. Пашенька, скажи ты ему, злодеев, что же он делает, а? На-ка вчера опять жену в смертном бою бил. Скажу, скажу. Надо строго. А то ты со всеми дочками с руходами разговариваешь. Я буду сердиться, ну, а где я, Елена? Нет ещё. Как ушла по призавтраку к Вагину, так и нет с твоей порой. Гляди, прозевай жену-то. Ну, хватит, хватит. Я начинаю сердиться. Няня, ну ты же мешаешь Павлу заниматься. Ну как? Ничего. А теперь, Лизенька, пора молоко пить. Я знаю. Про Елена Николаевна всё-таки спрашиваю. Я бы на её месте наружной роман заставила с кем-нибудь. Никакого внимания женщине нет. И детей нет. Ну, какое же удовольствие женщине, ну, она и... Уходи! Не говори глупостей. Я начинаю сердиться. Экальсмолат. Ну, ну, лютый. Не забудь про Егорку-то. Молоко в столовой стоит, Лизенька. Да, да. Капли пила? Да. Слово. Бессмертно, как глупость. И так же назойливо. Лизенька, как твоё здоровье? Хорошо. Это чудесно. Это чудесно. Это чудесно. Павел, знаешь, нянька права. Сомневаюсь, старики редко бывают правы. Правы с новорождёнными. Нянька права. Лизенька, посмотри, у меня тут простые дрожжи. Слушай, нянька права, когда говорит, что ты мало обращаешь внимание на Елену. Ну, как вы мне мешаете, ты и нянька. Ну, разве Лена не мает? Ведь она могла бы сказать мне, если б я что-нибудь не так, или не так, как надо. Но она молчит. В чём дело? Ага, Егор! Здравствуйте, Егор! Здравствуйте, Егор! Доброго здоровья. Егор, видите ли, в чём дело? Тут нужно устроить маленькую дорогу. С крышкой. Ну, понимаете, такая конусообразная крышка с отверстием. Да-да, понимаю, может, может. Да, у меня тут ещё и рисунок есть. Где же он? Иди за мной! И коллега дома как слышно по запаху? А вы откуда? Раз, правда, киня. Собачки, жена управляющего казённой палатой, уродничная хвостик верила, Данила. Так я тут собачьих устрачен. И дали мне за это три карбола церкви. Хотел купить было вам конфеты, подумал, пожалуй, неловко увлечать вас на собачьи деньги. И у меня купил. Хорошо сделали. Садитесь. Однако от этого варива запах сомнительной приятности. Коллега, уже кипит. Ну, не надо, чтоб кипел. Ну, что же это? Павел, ну, кто же это знал? Ну, чёрт, теперь снова надо. Павел Фёдорович, отдайте рублёнку-то. Ай, сейчас. Лиза, у тебя нету? Нет, у няни едет. А, вот у меня... А, спасибо большое. Егор, вот три. О, всё равно. Спасибо, хорошо. Да засчитайте. Павел, ты забыл? А? Няня просила тебя. Ага, да. Егор. Присаживайся. Лиза, может быть, ты... Егор. Видите ли, в чём дело? Нянька... Мне надо вам сказать... То есть, нянька просила вам сказать, будто вы бьёте свою жену. Вы извините, Егор. Егор, постойте. Бьём. Да? Это нехорошо. Ну, что ж тут хорошего? Ну, поймите же, но человек человека не может и не должен бить, Егор. Это же так ясно. А меня били. И очень даже много. Если же про жену сказать, может, она не жена, чёрт. Какой вздор. Но что значит, чёрт, Егор? Обидеть я её буду. Покуда она предо мной не станет, как кровать перед ведром. Я её буду бить. Послышите, Егор. Но ведь вы сами сказали. Ушёл. Ну, ты, кажется, обиделся. Но как нелепо вышел. Эта нянька вечером что-то сделает. Нелепая. Очень убедительно, говорил коренька. Милый Павел, он всегда смешной. А знаете, я бы того Егора за чё-то палкой... А что? Ну, простите, Гали, грубо, но он рассуждает правильно. Его били, значит, он может убить. Я продолжаю. Его следует ещё убить. Зачем Вы такое говорите? Говорить зачем? Да ведь на этом построены все карательные законы. Вы же знаете, я не люблю грубого. Я боюсь грубого. И Вы, как всегда, нарочно Вы меня дразните. Послушайте, у меня слесарь, какое-то чувство. Внутри вызывает чувство. Страх. Его огромные обиженные глаза. Я их уже видела где-то. Где-то в толпе тогда. Не вспоминайте это. Разве можно забыть об этом? Чего? Чего? А что толку? Там, где была пролита кровь, никогда не вырастется. Да ещё как растет. Там растёт только ненависть. И когда я слышу что-то грубое и резкое, когда я вижу красное, то у моей души воскресает тоскливый ужас. И тотчас же у меня перед глазами встаёт эта озверевшая толпа, эти окровавленные лица, лужи тёплой красной крови на песке. Ну, снова вы договоритесь на преподавание. И внук, он окрёныш, он куда-то ползёт, его голова разбита. Он ползёт, у него по шее и щеке льётся кровь. Он поднимает свою голову в небо, а я вижу его мутный взгляд, его открытый рот, а зубы, зубы, они окрашены кровью. И он падает, он падает лицом в песок, лицом. Боже мой, что он будет делать с вами? Боже мой, если всё это ужасает. А пойдёмте в сад? Нет, вы мне скажите, скажите, вам понятен мой ужас. Да, я понимаю, я чувствую. Пойдёмте в сад. Нет, вы не понимаете. Если бы вы понимали, мне было бы легче. Я просто хочу стереть души в боль. И нет другой души, которая бы приняла её. Нет, я уже в боль. Мамочка моя, пойдёмте в сад. Вон какой запах есть, будто единый угол, чтобы пост на масле шарит. Голова, кажется. Лизонька, аж капли надо принять, а ты ещё молоко не выпила. Я знаю! Как дела, Антонов? Ничего, не жалуюсь. Здоровая, Энди. Слава Богу. Доброе. О, жаль. А то я бы полечил. Ну уж собачек лучше, я не собачка. А мне хорошего человека полечить хочется. Идёмте, пойдёмте, пойдёмте, пойдёмте. Нянька, давай мне кипятку. Нет кипятку. Ну, пожалуйста, да нянька. Погоди, пока самовар скипит. Сказал Егорке-то. Сказал, сказал. Ну, а он? О, а он? Знаешь, что он мне сказал? Дурак вы, барин! Не в своё дело нос суёте. Неужто, Пашенька, так и сказал? Да нет, нет, это я подумал, а он сказал. Ты ну тебя? Нянька, постой. Ты, пожалуйста, сама мне кипяточку принеси, а то эта Франтиха Фима вечно всё задевает своим подолом и рукавами. Она Фима-то ваша. Кажется, хозяйственной шашни завела, вот что. А тебе завидно. Ты, ты, ну, ты чай, ты, хозяин. Ты должен сказать, что для девушки это нехорошо. Ну, право. Ну, по-твоему, я целый день должен, что и делать-то всем объяснять, что хорошо, а что нехорошо. Пойми же, это не моё дело. А зачем ты учился? Для чего? Иди уже. Милая Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте, Павел Фёдорович. А я рад, что вы пришли. Знаете, нянька тут меня загрызла уже. Да, я так рада. А у меня тут, знаете, хороший опыт получился. Ой, мне так хочется, чтобы вы прославились. А, прославился уже, весь город говорит. Мне так хочется, чтобы вы стали чем-нибудь вроде Пастера. Ой, ну, может быть, это не вера. Правильно говорить Пастера. Пастера. А это у вас моя книжка? Прочитали? Замечательно. Правда, лучше и интереснее всякого романа. Да, только вот эти знаки. Формулы? Не понимаю я формулов. Ну, это, знаете, нужно заучить. Ну, а теперь я вам дам физиологию растений. Но прежде всего и внимательнее всего изучайте химию. Химия, ведь вы знаете, изумительная наука. Она еще молода, сравнительно с другими науками. Но ее зоркий смелый взгляд проникает в огненную массу солнца, во тьму земной коры, в невидимые частицы вашего сердца. Изучив тайны строения материи, она светит в стеклянной колбе живое вещество. О, Господи! Почему вы не читаете инъекции? Ой, ну правильно, зачем же? Нет, нет, вам надо читать. Вы так очаровательно говорите. Когда я вас слушаю, мне хочется поцеловать вам руку. Ой, ну зачем же? Это руки мои редко бывают чисты. Как бы мне хотелось что-нибудь сделать для вас, если бы вы знали. Я так вами восхищаюсь. Вы такой неземной, такой божественный. Скажите, что вам нужно, требуйте всего-всего. А знаете, ведь вы можете. Что? Что я могу? Послушайте, у вас есть куры? Куры? Куры, ну да, семейство куриных, петухи, куры. Есть! Зачем? Голубушка моя, если бы вы давали каждый день мне свежих яиц, еще теплых, только что снесенных обязательно, свежих яиц, вы понимаете, как мне нужно много белка. А вот нянька, она не понимает. Она дает мне всегда несвежие яйца, и говорить с ней приходится, лицо у нее кислое. Павел Федорович, какой вы жестокий. Я? Почему? Хорошо. Я буду высылать вам каждое утро десяток. О, чудесно! Право, это меня полностью устраивает, милая моя. А вы ребенок, вы жестокий ребенок, вы ничего не понимаете. Право, я не понимаю, потому что вы жестокий. Потом, потом, когда вы его не поймете. А, Елена Николаевна, нет дома! Нет, нет, она на приеме у Вагина. А он вам нравится? Кто? Вагин! Ой, Вагин, да. Вы знаете, мы с ним близкие товарищи. Вместе учились в гимназии. Ну, а потом в университете, правда, ушел. Он со второго курса в академию. А вы знаете, мне кажется, Елене Николаевне он тоже очень нравится. Ну, конечно, он превосходный малый. Правда, вот несколько односторонен. Павел Федорович, а вы не боитесь, что Елене Николаевне... Чего ж боитесь? Ты здесь, да? А ты уже здесь? Где у вас вода и Елене Николаевне? Ничего, ничего, ничего. Особенно, вот просто каплика нет. К кому-то. А, я вас оставлю на минутку. Мне нужно взглянуть. Хорошо, вы возвращайтесь скорее. Так, конечно, а вы бы в сад пошли. Там Лиза. Нянька, ну, воды мне. Ну что, Маланя, как дела? Ты не знаешь, что такое гидотопироморфизм? Чего? Гидотопироморфизм. Бесно. Хотя, знаешь, по-моему, это водяной фейерверк. Вьюж! Так уж точно, слушай. Пир, значит, пир декорника, а метаморфизм. Да, я не знаю. Метаморфизм. О, вкус! Ой, что же тебе задача забыла? Ой, не твое дело. Иди себе. А ты знаешь, ты когда его у жены отобьешь, то не забудь мыльный забот построить. Химику не надо будет жалобами. Блин, какой ты жалобный! Ой, молчи! Елизавета Фёдоровна бросит вас в сад. А, хорошо, хорошо. Ой, няня, а что это вы несёте? Кипяток вашеньке. Для опытов? Да, всего для них. Фима! Что? А барыня каждый день к художнику ходят. В дождь или когда пасмурно, не ходят. Тогда господин Магин сами здесь бывают. Ой, Фимка! Ты умная! Не глупая-с. Ну, коли что за ними заметишь, так мне скажи, поняла? Поняла. Не молчи, поняла? Поняла? Поняла. К долгу не останусь. Я говорю покорно, он ей руки целует. Этого мало! Пойду в сад. Придёт Павел Фёдорович, позовёшь меня. Ага, слушай. Лиза! 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 Махровая обманщица. Руками трубой не дозволяется. Так и не окажете внимания вдовцу. И черком чайку бы попить. Вы ко мне? Именно с... Что вам? За квартирку бы, Павел Федорович. Послушайте, ведь когда я продал вам этот дом, я деньги за вами ждал целых два года, а вы... когда нужно платить? Вчера следовало бы с... Вот видите, ну это неделикатно. Я тут работаю и прочее. Жена пришлет вам, няня принесет. До свидания. Павел Федорович, дозвольте вас задержать. Ну что, зачем? Я насчет секреты вашей иначе. Ну, мамку продать ей? Ну, какой же дурак ее купит? Ведь это вообще негодная земля. Еле, песок, еле... Да, это вы правы. Земля совершенно негодная. И кроме меня ее у вас никто и не губит. Ну, так в чем же дело? Так мне ж нужна эта земля под однос. Видите ли, сын мой окончил коммерческое училище. И очень образованный человек вышел. Трое с накуп? Сын мой окончил коммерческое училище. И очень образованный человек вышел. Вот думаю, для него заводик построить, чтобы пивные бутылки выдувать. Вы чудак, ну, а судную кассу вы закройте? Зачем? Зачем же вы? Судная касса это... Это для души. Это предприятие благотворительное, действующее на помощь ближнему. Да? Ну, хорошо. Покупайте тогда мою землю. Покупайте. До свидания. Павел Федорович! Ну, что же это такое? Послушай, для того, чтобы куплю-продажу совершить, двоих надо. А он взял и ушел. Это неизвестно блажное. Да, неосновательно. Неосновательно. Сдал и будет до свидания. Ну, что ж, Инка, пойдешь за меня? Квартира и 15 рублей в месяц идет. Пойдите вы прочь, пахальник. Что это точно, лошадь покупаете? Ну, Инка, ну давай серьезно. Я человек деловой. Ну, посуди. Ну, за кого ты замуж можешь пойти? Ну, пойдешь за мастерового, а он тебя бить будет, как следствие, свою жену. А я успрою тебя скромно, но чистенько. Уютненько. И вообще, займусь твоим образованием. Ну, в вас тут. Я, девушка, честная. К тому же, мне мясник храпа в 100 рублей в месяц предлагает. Так, старик ведь дура, ну что ты посуди сама? А, я с ним и не согласна. Дурочка моя, я ж тебе... Давай 75. Что? Чтобы на все деньги, сколько положено за год, век сигнят. А вон поле береза стояла. А вон поле кудрявая стояла. Так ты, ты куда лезешь? Может, пошел, ушли? Пошел? Извините. Куда ты лезешь? Хозяин дома через кухню ходит, а ты? Молчи, барин, а мне сюда забей. Еще и пьяный. Как мы будем с тобой разговаривать? Не твое дело, я говорю, барин, а мне забей. Дядя, Дядя! Я не могу, что вы кричите. А, это вы, Егор, здравствуйте. Слушайте, я занят, пожалуйста, скорее. Я тут. Немного выпил. Трезво я говорить не умею. Ну хорошо, чего вам? Погоди. Дальше ты в прилюдях обидел меня. Начал насчет жены говорить. Егор, я не хотел вас обижать, поймите. Нет, ты подожди, а. Я это, я. Почему меня никто не любит, и никто не понимает? И жена меня не любит. А я хочу, чтобы вы меня любили, дьявол вас-то. Пожалуйста, не кричите. Ах ты, пьяная рожа, а! Почему меня все обижают? Ой, матерки! Ну, понимаете, это нянька попросила сказать вам. Няньку надо прочь. Нянька тебе не указ. И вот, слушай, я тебя обожаю. Я вижу, ты вот, человек особенный. Я это чувствую, я это понимаю. Ну, знаешь, вот, тем обиднее для меня, что ты меня прелюдив. Что ж ты, а? Хочешь, я перед тобой на коленке стоял, да? Нет, один на один. Нет, да не обиделся. Нет, да не взядусь. Ну, чтобы ты меня, ты скотчка, доктор. А жену я вздую, изувечу. Я ее люблю, и она меня должна... Что делать? Браво! Позвольте, господа. Видишь, налетела воронье. А ну, жугни хорошенько, Павелич. Вы бы добрый человек шли себе на дом, а? Я тебе не добрый человек. И все ж таки идите. Позвольте, Егор, вы идите себе домой, а я уже сам к вам приду. Нужно? Идешь. Приду. Идешь. Честное слово. А все эти люди, как пыль, прощай. Вот видишь, что там отворили? Я боюсь этого человека. Очень уж бы с ним деликатно, Павел Федорович. Но я действительно виноват перед ним. Павел, нужно взять другого слесаря. Мастеровые, они все пьянятся. Как это мне, вид утомляет меня, и весь день врываются какие-то мелочи. А у меня там опыт с сяновой кислотой, а тут... давайте пить чай. А давайте. Я сюда пьюсь. Ты же не любишь с донором. Так, хорошо. Я вообще не люблю темных ковр, а светлых в этом доме и нет. А как я вас понимаю, Павел Федорович? Молодец. А как то слово? Какое слово? Ну, помнишь, ты спрашивала у меня. Нет, ничего я не спрашивала. А как? Забыла? Она, коллега, когда от вас мудренное слово услышит, то у меня спрашивают, что оно значит. Ну, у человека плохая память на иностранные слова. Что ж тут такого? На чем тут влияться, Борис? Ну, будет, будет вам. Ну, о чем вы его спрашивали? Я забыла, что такое гидотопироморфизм. А я ей сказал, что то бодяной фейерверк. Что? Павел Федорович, а помните, вы хотели мне показать водоросль под микроскопом? Вы хотите сказать клетку водоросля? Ну, ладно, это можно. Если хотите, прямо и сейчас. Конечно, конечно. Только у меня там зал. Ничего, ничего. Когда идите за мной. Водоросль, заходи в аккорол. Зачем вы напускаете на себя эту грубость? Зачем? Да я ничего не напускаю. Надо быть мягче, надо быть добрее. Зачем же лгать, люди грубые, жестокие. Это неправда. Ну, как же неправда? Вы ведь думаете и чувствуете так. Вы ведь сами говорите, что люди звери, что они грубые, грязные. Вы боитесь их. Я тоже так думаю и верю вам. Но когда вы говорите, надо любить людей, я вам не верю. Вы меня не поверяете. Может быть. Но я понимаю, что любить можно что-нибудь полезное или приятное. Свиндю, например, она ветчину и сало дает, рака, рыба, картину. А человек, он же бесполезен и неприятен. Боже мой, ну зачем так говорить? Зачем так говорить? Надо говорить правду, как ее чувствуешь. А добрым, знаете, я пробовал. Взял как-то мальчонку с улицы, думал, воспитать, а там он скрал у меня часы и удрал. А то, знаете, девицу взял с улицы. Ну, она еще была девица, знаете, такая. Думал, повенчаемся там. Ну, короче говоря, напилась она пьяная и в физиономию. Да вы что, не понимаете, что такого нельзя рассказывать? Да мне именно все надо рассказать однажды. Может быть, от того, стал бы чище душу. Вам надо жениться. Я говорю, надо. Найдите себе девушку. Вы же знаете, нашел я девушку. И уже второй год хожу к ней как медведь в корду плац-вёдом. Вы вы снова? Борис Николаевич, не надо. Я вам сказала свое решительное слово. Ему не изменится никогда ни в одном звуке. А может быть, я хохол, а не упрямый. А может быть... Нет! Ну, поговоримте пока о трубе. Вы меня пылаете своим упрямством. А вы не будете с вами. Павел Фёдорович, я всё понимаю. Ну, неужели это правда? Да. Да. Добро создано раз. Без сознания нет добра. Вперёд, Жер. Без сознания нет добра. право мне нужно идти. Извините, я должен прежать. Чёрт не изменится. Если бы вы слышали, что он говорил, как он говорил, мне говорил, одной мне виланье Кирпичовой, да, в первый раз, в первый раз со мной, в таких чудесах, со мной. Да и смеются, ну, что же ты, Борис? Я же не говорю, что поняла, о чём он говорил, разве я говорю это? Я дура! Это Фёдорович, таково, пушка. Вот. Живёшь, живёшь, живёшь же, ну, ну, точно спишь. Вдруг толкнёт кто, проснёшься, глаза откроешь, солнце, и ничего не видать. И так радостно вздохнёшь, такой чистой радостью, как за утреннюю. Вот так. Да чего ты? Ну, ты отзволнованная. Вы сядь, вы выпьете чаю. Ой, Борис, ты не понимаешь. Да бабушка моя, а вы скажите ему, мол, ушла, мол, благодарит. Чистая мыла. И он чистый. Наилит какой, господи. Чистый да какой. Чистый. Вот чего? А я понимаю. Я понимаю. Вот падал, он когда-то на меня так тоже действовал. Он говорит, 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 говорит. А с моим глаз и с мозга будто бы какая-то перена вспадает. И так всё просто, так стройно всё, загадочно, и ничтожно, огромно. Просто об этом я узнала настоящую жизнь. Она полна зверств, она полна жестокости. Душу у неё хотел тяжёлый ужас. И вот тогда я и попал в больницу. Будет вам. Была она, и нет. Будет. Борис Николаевич, Лиза. Павел у себя? На Ленича, пожалуйста. Кто вы такой бледный, да взъерошенный, Дмитрий Сергеевич? Разы? Не знаю. Как ваши успехи в живописи, Лиза? Я сегодня не писала. Очень жаль. Краски успокаивают нервы. По вас, того не видно. не всякую. И не красную. До свидания. Пойду. Пойду на речку раков варить. А потом сварю их и буду есть, пить пиво и курить. Да не провожайте, Лиза Фёдоровна, я ещё ворочусь завтра. До свидания, Веренкова. Уходите. До свидания. Он занят. Да, но он скоро придёт. Всё носится со своей глупой идеей вырастить гомункула. Какой тон стыдитесь. А если мне претит, это нелепое мыслишь капитантов. И простить ему отношения к вам я не могу. Я готова рассказать о том, что позволила себе быть с вами откровенной. Вы свободный человек и не должны жалеть того, кто вас не ценит. Я так и сделаю. Вы это увидите. Когда? Чего вы ждёте? Господи. Я должна знать, какое место в его душе я занимаюсь. Никакого. Да. Тогда это хорошо. Вы знаете, я ему не нужна, от него ухожу. Всё очень просто. А если нет? Если его любовь только утомлена, она отодвинута где-то в глубину его сердца, которая охватила идея, я от него уйду, вдруг его сердце вновь что-то вспыхнет. Что мне делать тогда? Вам этого хочется, да? Нет. Вы не понимаете, какая драма ждёт его. Я ненавижу драму. А о нём ли вы думаете? Я не хочу мешать ему жить. Вы рассудительны. Значит ли, люди, жилая, сильно не рассуждают? Зверь, не рассуждают животные, а человек, человек, человек должен поступать так, чтобы на земле было меньше зла. О, Господи! Жертвовать собой ради какой-то идиотской цели на вас дурно влияет Лиза с её кислой философией. Да, может быть, зло противно, страдание отвратительно, но вы знаете, что страдание позором для себя и нечестно, некрасиво причинять страдания другим. Вот вы слишком рассудительны. Вашим языком говорит душа рабыни. Господи, он служит собой в чёрной смерти, а не жизни, ни свободе, ни красоте. И ему не нужна ваша жертва. Спокойнее, мой друг, я ничего не говорила о жертве, у меня нет причин верить в силу ваших чувств. Вы не верите в мою любовь? Скажем так, я не верю силе. Какой холодный. Я говорю искренне. Сегодня Павлу целый день мешали. Кто? Всех. Няня, слесарь, домашняя. Это раздражало, Павла? Я думаю. Досадно. Лен, ты прости, конечно, но мне кажется, что ты ужасно мало внимания на него обращаешь. Ты знаешь, он мне никогда об этом не говорил. Так может, потому что с тобой неприятно говорить? Лизонька, Лиза, ты опять не права. Лиза, парня, что вам? Из вас приходила не Ланя Николаевна. И говорит, что же она говорит? Мне так неприлично стало. Но если неприлично, Фима, говорить не нужно. Ах, Фима, вы всегда выдумываете какие-нибудь глупости. Ступайте, я вас прошу. Я не выдумываю, честное слово. Говорит, следи за ней, господин Амбадин. Он и ступайте. Глупо за Ланей. Вон! Что ты кричишь, Лен? А, война с Фимой, да? Да, ты знаешь, это какая-то особенная девица. У нее необычное платье. За все всегда прокидывают, бьют. А Дмитрий не пришел? А он на террасе, знаешь, Павел? А Лиза где? Она у себя. Ну, вижу, ты сегодня не в духе. Я немного устала. А как продвигается твой портрет? Спрашиваешь об этом каждый день. Я хотела, чтобы ты... Разве? А вот и Дмитрий. Ты тоже сердитый. Отчего? Так. Вот я напишу как-нибудь ваш сад в это время дня. И это тебя заранее сердит? Ты сострел? Может, вам чаю? Я вижу, вы оба сегодня не в духе. Я пойду на кухню, там у меня... Вот он возьмет, посадит в осколку и обольет какой-нибудь Не говорите вздора, пожалуйста, если вам не хочется. Елена Николаевна, мне хочется быть перед вами всех выше, всех ярче, всех сильней. Это хорошо. Я очень рада за вас. Елена Николаевна, послушайте, ради Бога. Я очень... Да что такое? Ну, берите просто кухарку. Ну, зачем кухарку плюс муж? Берите кухарку как таковую. От меня отстань! Няня, я просила вас. Няня. Старая смолая, ты меня садила. Я просила вас не трогать папу. Матушка Елена Николаевна, позвольте спросить, кто в этом доме хозяин? Лиза, больной человек. Вы и ценами ненавидона не бываете. красаться мелочи. А что же, если я вижу, что дом без внимания повлушен? Няня, я вас спрошу. Продолжение следует... Но и госпожа генераль, через комнат меня не выгоняли. вас это забавляет. Немного глупости всегда забавно. Нужно уйти из-за этого. Вы созданы для красивой, свободной жизни. Ах, господи, разве возможно такая жизнь, когда вокруг тебя только дикие люди? Но почему так всегда? Чем крупнее человек, тем более около него пошлости. Как ветер, точно как ветер сметает всякий хлам к стенам самого высокого здания. Что? Что, папа? Понимаешь, она раскислилась. Она раскислилась. Я все принял во внимание. Опыт был обставлен строго. Милый папа, ну что, ты сильно огорчал, да? Подожди! Почему она раскислилась? Господин доктор, есть у меня к вам одна деликатная просьбица, только вот не знаю, как ее выразить. Выражайте, короче. Да, это вырезонно. Видите ли, просьбица моя... Еще, короче. Касаемо господина Протаса. Видите ли, сын мой говорит, что детскость, нынче химия большую силу имеет. Да и сам я это вижу. Туалетное мыло, духи, помада и подобный товар ход койдут и большой барыштой. Уксус, например, эссенции всякие и тому подобное. А вот смотрю на господина Протаса. Бестолку, время и материал изводят. От этого в скорости и проживутся они. Вам бы поговорить с ними. Насчет Максуста. Нет. Вообще. Вы на то упирайте, что скоро они без средств останутся. А я им заводик построю. Они будут полезный товар работать. Денег у них для компании нету, так я пиксельочки возьму. А вы добрые. Да? Сердце у меня мягкое. Вижу, как человек пропадает, так сразу хочется его и пристроить. так вы поговорите. Поговорю. Поговорите. До свидания. Где господа? Парень у себя. Парень, я в саду. Елизавета Федоровна, Каштан. Ну, и я приду в саду. Извините. Не имею удовольствия знать именеводчество вашего. Ничего я вашего тоже не знаю. Михаил Назаров выгрузил вашим услугам. Какие же услуги? У меня от вас ничего не нет. Это так по этикету говорится. Я был случайным свидетелем разговора вашего с папашей. Ну, по поводу предложения, папы. Ну, в общем, это все я придумал, но папаша вам неправильно изложил. Ничего, ничего. Я все понял. А не сделайте ли мне честь пожаловать сегодня в день вечера на Троицкий ресторан Париж? Знаете, не сделаю я вам этой чести. Чести очень грустно. Очень грустно. Настоящий скотский доктор. Что? Говорить-то сами не хотят. А знаешь, Пимка, что я с тобой сделаю? Чего? А помнишь, что кольцо, которое я тебе подарил, да? А я вот скажу, что ты у меня его украла, а помощник пристава мой знакомый. Он ухаживает-то за мной, помощник пристава-то ваш. Ага, Фима, а это я пошутил. А теперь давай серьезно говорить. Ну что? Хватит и 25 рублей в месяц. Иди сюда. Что ты, иди прочь. Я девушка честная. Фимка, женился бы на тебе. Вот если бы не надо было на богатых жениться. Что ж все так тяжело? Давай 30 рублей. Нет? Ты шо ж такое? Лошадь дешевле купить, чем с тобой договориться. Вам что угодно. А вот вы знаете рассказы вашей горничной, что нельзя химические средства за окно выливать. От этого растительность страдает. И вообще, в городе идет эпидемия, холера, слышали? До свидания, молодой человек. Честь имею. удивительно наглое лицо. Вот коллега изобретает живое существо. А куда оно? Вот оно какое приятное. изобретает да и я тоже живое существо. А какой свой слой? Ну как вы сегодня тяжело настроены. Вы испортили. Я испортила. А? Вы? Вы? Ваш брат? Елена Сергеевна? Лизонька капли принимала? Да. Ай, самоварки бей, да за столом никого нет. О, господи. И чем же вы вас испортили, а? а не умею я это вам сказать. Знаете, я когда к вам сюда попал, так мне хорошо скакнулось, что я фотку перестал пить и бахмелёновал ваш взгляд. А потом, а потом у меня знаете, такая такая тоска и чай лучше пили бы. Самовар готов? Чудесно. Чудесно. Здравствуйте, учёный. Добрый день, коллега. А Лиза в саду? Елена в саду? Да. Пойду позову её. А вы проиграйте. Ай! Ух, какой у тебя сегодня хороший цвет лица и глаза, такие ясные, светлые. Это очень хорошо, это замечательно. что-то Почему Сергей говорит как с больным ребёнком? Да он со всеми. Кто протоплазмой не интересуется, говори как с Сергеем. Ну и все так говорят. Все стараются напомнить мне, что я больна. А вы позабудьте об этом. Позабудьте. Мы сказали, вас что-то утомило? Что? Да, неловко как-то стало мне. И неловко, и нелепо, как будто механизм души моей вдруг заржавел. А знаете, Лизавида Фёновна, все же таки нам может быть... Лизавида Фёновича, я вас прошу, забудьте об этом. Я урод. Я Калия. Калия, вы не поможете. Погиб у Яков. Да забудьте! Вы что, не понимаете, что вы меня мучаете этим? Простите, успокойтесь. забыли. Я молчу. Простите. Боже, ну как вы все одиннону, как вы все жалко. знайте, хорошо спал. Ой, как же я раньше хорошо спал, а теперь вот лежу с открытыми очами и мечтаю, как влюбленный студент, да еще сперу вопрос. И знаете, хочется мне сделать, что такое, что такое, знаете, геройское, и вот, а вот что не могу представить. И кажется мне, и кажется мне, идет по реке лед, идет по реке лед, идет по реке лед, а на льдине поросенок сидит, такая маленькая рыжая поросяка. И вот я, вот я бросаюсь в воду, бросаюсь в воду. Да!